Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня, как всегда, мы следим за всеми событиями, которые происходят в городском округе Люберца и вокруг него. А помимо всего прочего, весна на дворе, время посева, время обратить внимание, может быть, на свою дачу или на свой приусадебный участок. Одним словом, поговорим сегодня о таком добром и приятном домашнем слое – огород. Ну, конечно, это такое применение очень частное, но тем не менее, от частности, как известно, происходят всякие глобальные вещи. О том, что сегодня у нас с вами можно называть огородом, что высаживать, какие семена, какие культуры, я думаю, нам поможет в этом разобраться наш гость, руководитель службы качества агрофирмы Валерий Голубев. Здравствуйте, Валерий! Здравствуйте! Вот скажите, пожалуйста, во-первых, в этом году зимы не было. Говорят, что по всему миру, в некоторых местах, там, где бросаешь зерно, и оно должно дать какой-то росточек, чуть ли не зимой это начинало происходить. К чему я веду? Насколько серьезно поменялся сейчас климат для того, чтобы начать весенние полевые работы на своем участке? Или пока приблизительно в те же дни, в те же месяцы мы начинаем высаживать? Ну, вообще, из года в год, конечно, климат у нас меняется, но конкретно для нашей Московской области характерно такое стечение обстоятельств, что, например, март достаточно теплый, он существенно отличается от предыдущих или от средних значений, а в мае у нас приходят заморозки. Накрывают, что называется. Да, иногда выпадает даже снег, существенное его количество. Поэтому, несмотря на то, что зимы не было, я бы предостерег наших сограждан, тех, кто, так же, как и мы, живет в Московской области, от слишком раннего выхода на свои участки. Вот, потому что, ну, возможно, возвратные заморозки, ну, точно так же, как произошло недавно. Сначала была плюсовая температура, вот буквально полторы недели назад. Да, доходило до 15 градусов. На солнышке вообще казалось, что вот-вот наступит лето. И вдруг ночные заморозки до минус 10 градусов. Понятно, что в таких условиях выходить и сеять семена в открытый грунт преждевременно. Но, тем не менее, многие опытные садоводы, любители, значит, садоводы-любители, овощеводы-любители уже начали посев в комнатных условиях. Я думаю, что большинство уже посеяли перцы, баклажаны. Вот сейчас не торопитесь, мы об этом поговорим. Итак, главный месседж, что существует такой подготовительный период, это в домашних условиях все делается. Да, да. И второй вариант, чтобы уже закончить тему с грунтовым этапом, когда все-таки вы советуете, вот исходя из нынешних погодных условиях, уже заняться именно на земле, что называется, не дома высаживать, а на земле? Сколько еще надо подождать? Или прямо дома надо ждать? Ну, просто вот у нас такие условия в Московской области, что многие культуры мы выращиваем все-таки через рассаду. А рассада для большинства огородников, садоводов-любителей, это все-таки комнатные условия. Потому что обогреваемых оранжерей, как правило, у многих нет. То есть мы занимаемся комнатно, а потом, как только понимаем, что уже, тогда уже пересаживаем эту рассаду. Несмотря на то, что вот температуры в этом году недели на две, как минимум, опережают обычные среднестатистические температуры у нас, тем не менее, конечно, торопиться, наверное, не надо. Не надо. То есть можно посеять то, что мы сеяли в начале мая, наверное, можно посеять в конце апреля. Но сильно забегать вперед я бы все-таки не советовал. Хорошо. Тогда возвращаемся к комнатной истории. Вот что сейчас нужно делать? И не поздно ли сейчас заняться подготовкой вот этого вот апрельско-майского высаживания? То есть что нужно? Я с позиции какой? Ведь тоже садоводы и огородники делятся на две категории. Первая – это мастодонты, которые все знают, они чувствуют, я не знаю, там птичка запела где-то, и они уже знают, что пора. И вторая часть – это люди, которые чаще всего не очень опытные, но, например, решили в этом году попробовать себя в этом деле. Поэтому мы должны выбрать с вами такое правильное направление, чтобы все поняли, о чем идет речь. Итак, сейчас уже какая-то рассада должна расти или можно с нуля начинать? Какая-то рассада уже должна расти. Это какая? Ну, я говорю, вот те, кто мастодонтами является, эти любители уже давно посеяли сельдерей корневой, уже посеяли баклажаны, уже посеяли перцы на рассаду, и сейчас активно сеют томаты. Ну, вот в нашей зоне на рассаду томаты еще можно посеять, ну, до конца марта, наверное. То есть они выращиваются в домашних условиях. Хорошо. И это вот такой первый этап. Но мы сейчас поговорим о каких-то, может быть, конкретных направлениях, как правильно выбирать эти семена, это же тоже немаловажная история. Еще есть второй комнатный этап? Какие другие растения, которые чуть-чуть позже можно высаживать? Конечно. Если мы говорим об овощах, то чуть позже начнется сев тыквенных, ну, в частности, огурца. Но это будет в апреле уже, то есть пока еще не надо спешить. Хотя я знаю, что многие торопятся, их вот солнышко подгоняет, они считают, что все, скоро весна, да, начинают уже сев огурца. Я думаю, что это немножечко преждевременно. Хотя, конечно, на небольшом количестве, может быть, даже стоит и рискнуть. Может быть, что-то немножечко попробовать, да. Но не на всем количестве не сеять весь объем запланированный, какую-то его часть, просто рискнуть. Если погода так и будет дальше, теплой, температуры будут выше среднего, то вы получите продукцию раньше. Если температуры будут прыгать, колебаться от плюсовых к минусовым, а вы все-таки там, ну, или для тыквенных, для огурца, наверное, не от плюсовых, просто будет нормальная температура и температура там в районе 10 градусов и ниже. Ну, вы тогда эту часть вашей рассады потеряете. Или, чтобы ее сохранить, просто придется потратить много сил, энергии и материалов. Да, то есть надо будет какие-то укрытия делать. Мини-тепличку сделать. Да, ну, в любом случае, ранние огурцы, их тоже высаживают рассаду, высаживают в тепличке. Вот, ну, если температура опускается там достаточно существенно, то есть там плюс 5 градусов, то в тепличке, в необогреваемой тоже температуру поддержать, нормальную для огурца, затруднительно. Костерный для рассады. Да, ну, существует много различных представлений. Но мы, кстати, о теплицах тоже поговорим. Все-таки возвращаясь, а что растет в городском округлиберце? Что можно в качестве рассады выращивать, а от чего стоит отказаться, потому что вероятность того, что это поспеет по всем срокам, мала. Что хорошо здесь у нас принимает земля? Земля принимает у нас, ну, все, что растили наши предки, и все, что мы покупаем в магазинах, все у нас растет. И все успевает до холодов. Если мы говорим о овощах, да, об овощных культурах. То есть и картофель, и огурец, и помидор. Да, да, и картофель, и огурец, и помидор. А сладкий перец? И кто-то даже... Сладкий перец тоже, и даже в открытом грунте. Вот лично у меня на участке даже в прошлом году я умудрился вырастить баклажан. То есть это южная культура, но тем не менее, даже в открытом грунте, причем я не какой-то там уникум, я послушал своих коллег, своих товарищей, тех, кто любит, занимается на земле чем-то, сеет. То есть весь спектр основных овощных культур в принципе можно попытаться вырастить в Московской области. А вот помидоры. Я просто рассказываю, что я сам, рожденный на Украине, когда-то был у меня период, когда была дача, я там активно занимался, тоже там что-то высаживал, всякие такие замечательные помидоры. Это вот это ощущение такого кайфа, когда, вот вы сами говорите, хочется спешить, чтобы он скорее был красным и большим. Вот надо дождаться, все, как он наливается. Вот ведь помидор, который на юге выращивается, помидор, который в Московской области выращивается, без всяких, я сейчас говорю, специальных приспособлений, все равно же он разный. Наверное, не каждый помидор здесь может у нас вырасти в Московской области. Ну, в теплице, я думаю, большинство сортов, даже южных, наверное, можно рискнуть. Если захотеть, можно создать условия для томата, и он вырастет. Ну, наверное, какие-то особые южные, ну, может быть, и не стоит. То есть дынька вряд ли вырастет в Московской области? Дынька? Дынька. Дыня вырастет. Вырастет? Ну, такая будет. В открытом грунте она не вырастет, скорее всего, потому что у нас бывают холодные ночи, особенно в августе, может не хватить солнышка, если лето иногда бывает у нас пасмурным, преобладание вот облачности. Ну, трудно вырастить южную дыньку, да. Но вообще дыньку в Московской области вырастить можно. Она будет уступать южной, безусловно, сахаров будет меньше в ней, урожайность будет значительно меньше. Но если вы хотите, вам не жалко своего труда, то можно попытаться... Экспериментировать. Да, через рассаду, в тепличке можно вырастить. Хорошо, ну давайте поговорим сейчас тогда о рассаде, конкретно о том, какие на сегодняшний день вы бы предложили сорта, ну, например, для тех первых культур, которые люди выращивают, кто-то, может быть, позже еще успеет сейчас. Что бы вы предложили из помидор, что бы вы предложили из вот того же перца, да. И как правильно человеку, который не большой специалист, а просто знает, что написано помидор, волгоградский, потом помидор, поправьте меня, как он, сердце, то ли бычье, то ли воловь, да, бычье. Вот я помню, что так выращивал такой. Вот он все пошел, купил, во-первых, как ориентироваться в цене, и как вот правильно купить семена, потому что я знаю, что вы специалист по семенам, вот давайте с помидоров и начнем. Уж очень мы их любим. Ну, давайте. Только сначала надо разделить. Да. Разделить. Разделить сорта и гибриды, которые предназначены для промышленного производства, и сорта и гибриды, которые рекомендуются для частников. Для частников. Для любителей. Нас не интересует то, что в магазинах. Да, да, да. Ну вот, что касается тех, которые попадают в магазин, там селекция идет по трем основным направлениям. Это высокая урожайность, это пригодность для механизированной уборки, это хороший внешний вид и хорошая транспортабельность. Но сахара нет в помидорах в этих. Ну, вот это да, нет, не то, что сахара нет, но вкусовые качества не в приоритете, поэтому на них обращают меньше внимания. Что касается наших вот с вами сограждан, которые занимаются на своих участках выращиванием томатов, то здесь они предпочитают, и я считаю, что это совершенно естественно, значит, они предпочитают, чтобы томат был вкусный, чтобы он имел характерный запах, чтобы он радовал глаз. Ну и здесь конкретно... Он должен был, знаете, какой... Ну, для меня, я помню, когда я его выращивал, значит, он красный, значит, попка чуть-чуть уже начинает так, чуть-чуть даже уже такая... Выгорать чуть-чуть, и вот сахар, ты его кусаешь, и все. Вот на этой ноте мы сейчас делаем небольшую паузу, и потом поговорим, потому что слюной, слюной сейчас и зайдемся. Это программа «Открытый диалог». Мы говорим сегодня об овощах, а может быть, и о фруктах, даже поговорим о том, что правильно, как сейчас высаживать, что делать с рассадой, какие семена приобретать. У нас в гостях Валерий Голубев. Через некоторое время продолжим. Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас Валерий Головев в гостях, руководитель службы качества агрофирмы. Возвращаемся к помидорам. Мы приняли такое решение, что мы в сторону откладываем помидоры магазинные, скажем так, и пытаемся с вашей помощью сейчас правильно выбрать те помидоры, те семена и те способы выращивания, которые подойдут для частного употребления, чтобы он был сладенький, вкусный, красивый, красный, настоящий помидор. Ну вот здесь я хочу немножечко вас поправить. Сейчас у наших огородников, у наших с вами сограждан запросы очень-очень разнятся. Вот вам очень нравится красный томат, плод, помидор. Ну там про розовый намекается? Да, нет, не только. Сейчас такое огромное разнообразие цветов, плодов томата. Желтые есть, да. Да, что посоветовать что-то вот очень трудно. То есть сейчас есть и желтые, и оранжевые, и розовые, и малиновые, и красные, и даже черные. Черные, да. Типа черный принц томат. Да, да, да. Вот, кому что нравится. Что касается назначения, то опять здесь, кому что нужно, тоже сложно. Кому-то хочется сделать на зиму закрутки, засолить. Засаливает, как правило, в банках. Тот помидор, о котором вы говорили, красный, большой, сочный, он в банку просто не войдет. Поэтому тут человек выбирает для себя томаты средние, а может быть мелкие. Сейчас в моде черрики. Черрики, да. Таких сортов тоже очень. Кстати, они сладенькие, даже в магазине они сладенькие. Их еще не испортили окончательно. Их тоже очень много, вот, поэтому конкретно что-то посоветовать трудно. Плюс к тому, на участке должно быть несколько сортов или гибридов, которые отличаются по срокам созревания. То есть мы выходим в открытый грунт, высаживаем рассаду, она подрастает, начинает плодоносить. Если все одновременно созрели плоды, мы не знаем, куда их деть. И к осени мы останемся без плодов. Поэтому люди сажают ранние сорта, средние сорта, средне-поздние сорта. Ну, уже если есть теплая тепличка, то может быть и поздние сорта в нашей зоне посадить. Вот, то есть такое огромное разнообразие сортов, что... Ну, вот для Московской области, вот, что, можно и желтый помидор посадить, который хорошо вырастет и будет таким вкусным, отличаться от магазинного? В тепличке? Да. Можно. Хорошо. А вот сейчас та рассада, которая уже у специалистов, вот где эти зерна, где брать семена, вот что вы порекомендуете? Да, вот это важный очень вопрос. Где взять семена? И как понять, что они те, которые настоящие? Да. К сожалению, значит, вот по внешнему виду определить семена, какому сорту они принадлежат, хороший ли он этот сорт, очень трудно. Схожие ли это семена, тоже на глаз определить невозможно. Поэтому основной совет покупателям, все-таки сначала определиться, какие сорта вам нужны. Описаний сортов очень много в интернете. Есть так называемый документ, такой государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Значит, в этом реестре приведены все сорта и присутствует описание этих сортов и гибридов. Вот, где можно посмотреть сроки созревания, пригодность, там, например, консервированию или салатное назначение. То есть, вот все характеристики этих сортов и гибридов приведены. Те, кто уже имеют какой-то небольшой опыт, они уже знают, что, например, в нашей области московской существует несколько крупных фирм. Ну, крупных или не крупных им трудно судить, но есть несколько фирм, которые фасуют и предлагают семена. Значит, если фирма давно на рынке, если ваши соседи говорят, что никаких нареканий нет, это я говорю для тех, кто только приступает. Для тех же, кто давно уже сам пользуется услугами каких-то фирм, они уже методом проб и ошибок пришли. Значит, появляются новые фирмы. К ним я не говорю, что не надо, не надо покупать. Надо, если вам нравится сорт, на пакетике, как правило, присутствует его описание. Если вам сорт понравился, значит, ну, возьмите для пробы, просто не вкладывайтесь полностью, вот, не надейтесь, что вот этот сорт выручит вас. Плюс к тому, люди наши обладают здравым смыслом, и если написано, что в нашей московской области вырастет томатное дерево высотой 5 метров и обеспечит полностью всю вашу деревню плодами томата... Еще будете продавать. Да, да, на такую рекламу не надо покупаться. Вот. Ну, самое главное, вот, фирму надежную. Хорошо, то есть, а как вот обычно сейчас выглядит, ну, традиционный этот пакетик с семенами? Сколько их там может быть? Разное наполнение бывает? Или какое-то оно гастированное условно бывает? Нет, количество семян не гастируется. Значит, ну, как правило, как правило, наверное, если мы говорим о томатах, то в пакетике от нескольких штук, ну, например, 5, может быть, 10, ну, до, там, грамма, ну, до полграмма максимум. Я думаю, что больше-то, наверное, фасовки не бывает. Но когда мы сражаем уже не одно, семя больше. Конечно, конечно. Но, тем не менее, значит, дорогие гибриды, в основном, семена дорогих гибридов, их фасуют по счет, на счет. Там 10, 15, может быть, 20 штучек. Те семена, которые обходятся дешевле, их, наверное, ну, побольше. Там и 30 штук, и 50 штук. Что там обязательно должно указывать, чтобы я понимал, что это вот надо, ну, можно брать? Да, да, да. Что, какие должны быть данные? Я понял. Значит, существуют требования, которые оформлены приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Вот там обязательно должно быть, должно быть наименование культуры, ну, это, естественно, семена огурца, сорт Атос, условно скажем. Ну, как в том анекдоте, где тут человек, который мне собачку продавал, да, щенка? Да, да, да. Значит, обязательно должно быть наименование культуры и название сорта. Это обязательно. Дальше должно быть наименование продавца или производителя. Значит, то есть той организации, которая осуществила фасовку данной партии семян. Культуры, да. Значит, там обязательно должны быть данные, адрес, телефон, по которому можно обратиться. Значит, обязательно должна быть громовка или количество семян, или количество граммов. Даже количество семян может быть 10, как вы говорили. Да, да, да. Значит, те семена, которые фасуются поштучно. И посчитать, нужно отрезать. Да, да. Вот. То есть человек может вскрыть и посмотреть. Ну, я говорю, в первую очередь поштучно фасуются дорогие семена. Ну, как правило, гибридные. Так. Вот. Значит, кроме этого, там должен быть номер партии. Потому что у партии семян, там, как и у нас с вами, фамилия, имя, отчество, там культура, сорт, номер партии. Обязательно. То есть вот культура, сорт, номер партии должны присутствовать. Обязательно сейчас требуется дата фасовки, год урожая. Хорошо. Потому что если семена зафасованы, ну, условно, мы сейчас в 2020 году идем покупать. Если семена зафасованы в 2019 году, это одно. Вот. Если семена зафасованы в 2018, в 2017 году, то это, ну, уже семена лежали 3 года или 2 года. Без дела. Где-то в пакетике. Неизвестно, где мог магазин или кто-то там обеспечить необходимые условия хранения или нет. Мы не знаем. Поэтому, если есть возможность, возьмите свежие фасовки семена. Какие у вас еще есть советы, вот, исходя из современной, то, что мы обсуждали, вот, погода, подходов и так далее. Правильности тех, может быть, предложений самых разных компаний, как ухаживать, да, вот, тепличные какие-то вещи. Вот еще тройку советов нам дайте, пожалуйста, сегодня. Ну, в первую очередь, значит, совет такой. Строгое соблюдение агротехники. Так. То есть, мы покупаем семена разных культур. Эти разные культуры, они, ну, грубо говоря, выходцы из разных климатических зон. Ну, мы знаем, огурцы там где-то когда-то были в Индии. Да. Вот, оттуда они пришли. Другие культуры из Средиземноморья. Картофель. Картофель из Америки, точно так же, как и томаты, да. Вот, то есть, изначально эти культуры росли в каких-то определенных климатических условиях. Значит, чтобы получить хороший урожай в нашей зоне, надо максимально создать максимально благоприятные условия для этих культур. Вот. Это называется соблюдение агротехники. То есть, разработаны какие-то меры, которым надо следовать. То есть... Еще. Какой совет дадите? Ну, вот я хотел бы все-таки конкретизировать, какие конкретно требования агротехники. Это и температура посева, температура почвы при посеве. Так. Это и глубина заделки семян. Так. Значит, что касается глубины заделки, одно общее правило – это чем мельче семена, тем мельче они сеются. Семена мелких культур, ну, вот, если взять, например, семена цветов, питуньи, да, они рассеваются вообще по поверхности почвы. Если мы говорим о семенах моркови, то они сеются на глубину до двух сантиметров. Если мы говорим о крупных семенах, например, гороха, то это и пять сантиметров, и даже немножечко глубже. То есть надо прежде чем сажать, внимательно прочесть про эту культуру, что куда. Если вы не знакомы с этой культурой, если раньше вы не сеяли, то надо придерживаться именно вот таких рекомендаций для конкретной культуры. Нельзя сеять все одновременно. Ну, это, я думаю, для всех понятно. Да, просто не все. Ну, иногда бывают такие специалисты, я здесь редисочки, а здесь это, а тут я еще и дыньку запущу. Да, то есть редисочку можно посеять пораньше, в конце апреля, если в тепличку, то, может быть, и в середине апреля. Кто-то, я знаю, попытался уже сейчас ее посеять, ну, а как мы с вами говорили, может быть, что-то и получится. Понятно. Вот. То есть, грубо говоря, сейчас, завершая программу, главное культура семян, да, правильно расположить. А, составить список, что ты хочешь посадить у себя на огороде, как, какую культуру рассадить, какие должны быть условия, что у тебя уже в виде, и можно же, в конце концов, без семян, можно пойти купить рассаду, тоже надо понимать, да? Можно, да, 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 да. Вот. И составить даже схему какую-то, да, как правильно расположить на своем участке, верно я говорю? Верно, 100% верно. И эта схема пригодится на будущий год, чтобы одну и ту же культуру не сеять или, там, не сажать рассадным способом на тот же участок, на котором она росла вот в предыдущем году. Земля не любит повторений. Накапливаются вредители, накапливается какая-то патогенная микрофлора, которая вот будет угнетать это растение. На каком-то новом участке, где еще не росли эти культуры, урожай будет выше. Вот жалко, что никак клубника, которая сама куда хочет, туда и ходит, если ее не остановить, правда? Ну, не совсем. Посадил здесь, а через год она уже... Ну, через год она не уползет, не уползет. Ну, через какое-то время. К клубнику тоже через 3-4 года надо менять все равно участок, да, надо обновлять. Спасибо большое. Мы, кажется, сегодня выяснили самое главное, что ко всему надо относиться, во-первых, спокойно. Не надо бояться пробовать что-то новое, но есть определенные нормы. Я имею в виду, как правильно выбирать семена, как правильно составить, не спешить при первом солнышке все начинать сажать, где-то воспользоваться уже готовыми рассадами, да, рассадой, а где-то попытаться, да, семена вот эти вырастить. И сейчас масса инструкций и так далее. Но нужно понимать одно, на мой взгляд, что ничего быстрого, наверное, все-таки не бывает в огородном деле. Все с умом должно быть. Все должно быть с умом, но что-то мы ускорить можем. Вот как раз метод выращивания овощей через рассаду, он все-таки ускоряет получение урожая. Ну, самый быстрый метод – прийти в магазин и купить готовые помидоры. Да. Но они будут не сладкими. Они будут не такими. Да, а мы говорили о том, что нам хочется своего родного, собственными руками выращенного. Спасибо огромное. Валерий Голубев, руководитель службы качества агрофирмы, рассказал нам сегодня о семенной, что ли, составляющей наших огородных дел. С вами был Николай Пивненко в программе «Открытый диалог». Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»